Итак, перед нами теперь задача найти наибольший общий делитель чисел 84 и 9. Но прежде чем его найти, надо вспомнить алгоритм, как это делать. Нам нужно взять число 84, нам нужно взять число 9 и разложить на простые множители. Итак, ну хорошо, 84 число такое достаточно уже большое и сложное. Неужели нам придется много-много-много-много выписывать разных простых чисел и подбирать, делится или не делится, входит в этот множительный состав или не входит? Как разобраться с этим, как раскладывать число на простые множители? Очень просто. Начнем с девятки. Про девятку мы просто больше знаем. Мы точно знаем, что простые множители, на которые делится наша девятка и раскладывается, это троечка, троечка и единичка. Но сейчас мы эту троечку, троечку и единичку найдем новым для нас способом. Итак, запишите, пожалуйста, себе число 9 и проведите вот такую вертикальную прямую. Эта линия будет обозначать нам некую границу с одной стороны, а с другой стороны это как бы деление. Итак, на что, на какое простое число мы точно знаем, что 9 делится? Вспоминаем, думаем, ага, делится на 3. Делим на 3. Итак, наша девяточка сейчас будет делиться на вот эту троечку. Какой будет результат? Результат мы напишем вот сюда, под девяточку. Написали результат, а теперь троечка. На какое простое число делится троечка? Троечка сама по себе простое число, поэтому разделится на 3. И получим здесь троечку. 3 разделить на 3 мы получаем 1. Результат записываем вот сюда. 3 разделили на 3, получили 1. Итак, а единичка, в свою очередь, делится только на единичку. И тогда вот с этой стороны мы с вами получаем некий набор множителей. Более того, весь этот набор – это простые множители. А также, если вы их между собой перемножите, окажется, что это и есть наша девяточка. Вот, посмотрите, 9 мы выписываем наш весь набор. 3 умножить на 3 и умножить на 1. Все, девяточку мы с вами разложили. Давайте теперь разложим число 84. Выписываем число 84. 84. Снова черта. И думаем, 84 на какое же число? Простое оно делится. Кроме единицы, конечно же. Ну, во-первых, мы сразу видим, что оно четное, да? Заканчивается на цифру 4, а значит, точно делится на 2. Давайте делить на 2. Подождите, вы скажете, зачем делить на 2, если можно сразу разделить на 4? Да ведь? Мы видим же, что делится на 4. Но у нас правило. Мы раскладываем на простые множители. А 4 – это уже составное число. Вспоминаем, что такое составное простое. Поэтому деление только на 2. 84 делим на 2. 8 разделили на 2, получили 4. 4 разделили на 2, получили 1. То есть, вот здесь у меня получилось 40. Ой, не 1, конечно, а 42. 4 делим на 2, получаем 42. Число 42. На какие простые числа оно делится? Вот у нас сразу, например, может быть, шестерка в голове всплывает. Таблица умножения начинает работать. Но нам не подходит шестерка, тоже составное число. А вот двоечка снова подходит. Посмотрите, 42 – это же четное число? Четное. Делится на 2? Делится. Чему равно? Результат 21. На что делится 21? Ну, это совсем просто. Это же таблица умножения, причем простейшая, да? У нас здесь получается либо троечка, либо семерочка. На что будем делить? Разницы нет. Вы можете сначала поделить на 3, а потом получить все результаты и полученный результат уже дальше делить. Или сначала поделить на 7. Разницы нет, потому что от перемены мест множителей произведение не меняется. А мы с вами здесь как раз и получаем множители. Я разделю, ну, допустим, на троечку. Разделила на троечку, получила результат. Семерочка. На что делится 7? 7 делится на 7. На простое число. Получаем 1. И 1 делится только на 1. И вот он наш наборчик. Вот он здесь. И обратите внимание, внутри этого наборчика только простые множители. Причем, если вы все их перемножите, вы получите число 84. Итак, 84 – это число, которое мы можем разложить на следующие множители. На какие? Семерочка, умноженная на троечку, на двоечку, на двоечку и на единичку. Обратите внимание, что я могу здесь менять их местами, да? Я могла написать 2, 2, 3, 7, 1, но я их решила поменять от большего к меньшему. Мне просто так больше нравится. Но не обязательно менять их местами, как хотите. От перемены мест множителей произведение не меняется. Что ж, давайте разбираться. У нас теперь есть разложение числа 9 и есть разложение числа 84. Но нам-то нужен наибольший общий делитель. Второй шаг алгоритма. Первый – разложить на простые множители. Второе – выписать те множители, которые повторяются в каждом наборе каждого числа. Берем девятку, берем 84. Здесь набор 3, 3, 1. А здесь 7, 3, 2, 2, 1. Что повторяется? Начинаю подчеркивать. Вот, например, здесь есть единичка. И здесь есть единичка. Что еще? Здесь у нас есть троечка. И здесь у нас тоже есть троечка. Есть ли еще повторяющиеся элементы? Нет. Значит, эти элементы я и выписываю. Итак, наибольший общий делитель числа 84 и девяточки – это следующий набор. Нам еще посчитать нужно будет. Ну, правда, считать нам нужно будет не очень много. 3 умножить на 1. Вот он, общий набор. Троечка, единичка встречается и в одном, и в другом наборе. 3 на 1 – это 3. Значит, наибольший общий делитель для данных двух чисел – это 3. Ответ можем записать наверху, вот здесь. Ответ будет троечка. Итак, еще раз. Разложить на простые множители. Можно вот таким вот способом. Второе – выписать эти простые множители. Да, выписали. Третий шаг. Выписали общие множители. Перемножили – получили результат. Результат записали в ответ. Все. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...